Итак, давайте будем потихонечку начинать, дорогие коллеги. Я вас рад приветствовать в Институте биорганической химии. Меня зовут Александр Василевский, я здесь работаю. Сегодня у нас интересные доклады. Сегодняшнее мероприятие организовано двумя коллективами. Один — это Совет молодых ученых нашего Института. И вот этот общий семинар проводится под эгидой Совета молодых ученых. Следующий семинар будет 19 июня, я вас всех туда с радостью приглашаю. Будет еще один гость из Соединенных Штатов, Кирилл Солнцев из Атланты, будет рассказывать про флуоресцентные булки. А по всяким вопросам, касающимся общего семинара ИБХ, можно, конечно, мучить меня, а лучше главного протагониста этой истории, Антона Чегунова. Вы его можете видеть в зале. Здесь я его какие-то контакты выписал. А второй коллектив, который участвует в организации сегодняшнего мероприятия, это компания Future by Tech, которая занимается проведением разнообразных мероприятий образовательного характера. Посмотрите, пожалуйста, наш сайт, futurebytech.ru. Надеюсь, там много всякого интересного. В прошлом году мы провели цикл из четырех семинаров, а в этом году обещали вам цикл из шести. И постараемся выполнить эту программу. Во всяком случае, уже у нас там на очереди очень интересные люди стоят. осенью будет следующий, так что тоже следите. И еще меня специально попросили упомянуть последнее наше увлечение. Мы помогаем экономическому факультету организовывать магистрскую программу менеджмент биотехнологий. Поэтому тоже информацию посмотрите на нашем сайте, пожалуйста. По всем вопросам можете мучить меня, а лучше нашего директора Анастасии Дюйминову. Вот адрес здесь указан. Она тоже, можно лично, она сидит в этом зале. Пожалуйста, ее помучите. Хорошо. Значит, перехожу к самому главному сегодня. У нас сегодня день особенный. А если не праздник, то близко к тому. К нам пришли рибосомщики. Так сложилось, что ИБХ – центр изучения структуры и функций белков. Но вот с биосинтезом белка в основном занимаются в других институтах в нашей стране. И сегодня нам расскажут два специалиста в области биосинтеза белка, что-то интересное из жизни рибосомы. Первый докладчик – Юрий Сергеевич Поликанов. Он закончил кафедру молекулярной биологии МГУ. Он был студентом года Московского университета 2004. А сейчас уже несколько лет работает в одной из ведущих лабораторий мира в этой области в Ельском университете, лаборатория Нобелевского университета Стайца. Юрий Сергеевич, я прошу вас. Во-первых, здравствуйте. Я очень рад, и для меня это очень большая честь выступать сегодня перед этой аудиторией. Хотя бы по множеству причин. Начиная с того, что здесь присутствуют многие из тех, с кем я учился, многие из моих учителей в университете. И заканчивая хотя бы тем, что за, наверное, последние 10 лет нет, за 11 лет. Это первый доклад, который мне придется делать на русском языке, поскольку это отдельный такой вызов. Итак, какое-то время назад я спросил своего начальника Тома, говорю, что самое главное в подготовке научного доклада. Он, особо долго не задумываясь, ответил. Говорит, что самое главное – это знать, кому ты будешь этот доклад делать. Иными словами, очень важно разговаривать с аудиторией на одном языке, чтобы, то есть, о чем я говорю, было понятно. В подготовке сегодняшнего доклада я, в принципе, исходил из того, что люди, присутствующие здесь, более-менее знакомы с концепцией центральной догмы молекулярной биологии и примерно знают, что такое рибосома. Итак, концепция центральной догмы молекулярной биологии была сформулирована великим Фрэнсисом Криком еще очень-очень давно. И фактически она означает, то есть, она постулирует следующее, что перенос генетической информации от ДНК осуществляется к белку с помощью РНК. Вот и все. В те времена еще не было известно много интересных фактов личной жизни вирусов, и это было открыто впоследствии, и догма была слегка модифицирована. И было добавлено, что от РНК к ДНК может информация передаваться, и РНК может реплицироваться. Соответственно, чтобы понять эту догму, можно привести очень простую аналогию с жизнью. Вот представьте, что вам нужно распечатать фотографию прошлогоднего отпуска. Что вы делаете? Она у вас хранится на жестком диске компьютера, а это есть ваша хромосома, ваша ДНК. Соответственно, вы же не несете компьютер в местное фотоателье. Вы копируете ее на флешку, и флешка в данном случае является молекулой РНК. И дальше вам распечатают фотографию, вы получаете ее на бумаге и ставите в рамочку. Это есть белок. Так вот, рибосома фактически является принтером, или этой сложной машиной, которая печатает фотографии. Рибосома является принтером белков с матрицы РНК. Продолжая аналогию, принтер работает с помощью чернил, печатает чернилами, а рибосома печатает с помощью аминокислот. Чернила в принтере находятся в картридже, в рибосоме картриджем являются молекулы транспортных РНК. Итак, получается, что рибосома – это центральное место реализации генетической информации. То есть там, где информация с языка нуклеотидов из ДНК через РНК переводится в информацию в виде белка. А белок – это и есть жизнь. Ну, в классическом понимании. Понятно, что рибосома, будучи настолько важной и центральной во всей этой цепи передачи данных, безусловно, во все времена привлекала, со времен своего открытия привлекала ученых с точки зрения того, как она устроена. Всем хотелось узнать, что это, из чего сделано, как работает. И, понятное дело, что всегда хотели увидеть структуру. Ну, конечно, вот все методы, которые были доступны в те далекие годы – это электронная микроскопия. И все, что удавалось увидеть – это максимум вот такое, вот две субчастицы такого разрешения. Ну, или они, если они вместе, то вот такого. Соответственно, а всем, конечно же, хотелось увидеть рибосому вот такого разрешения. Вот, кстати, призываю всех, вот если будет возможность, можно подойти, попутить, повертить. То есть, атомного разрешения. Или, по крайней мере, разрешения, при котором вы можете видеть группы атомов. Вот, ну, никак не вот такую вот совершенно гладкую поверхность. Основным методом получения атомного разрешения в структурах, конечно же, является метод структурного анализа. И данный метод базируется на облучении рентгеновскими лучами кристалла интересующего вас вещества – белка, рибосомы, чего угодно. И в результате облучения рентгеновским пучком вы получаете так называемую дифракционную картину. Ну, дальше у меня будет слайд, это хорошо видно, здесь просто для иллюстрации. Соответственно, мы можем измерить положение этих так называемых пятен, или они называются рефлексами. И можно померить их интенсивность. Но для получения структуры этого недостаточно. Не вдаваясь в сложные подробности и детали того, что это такое, каждая из этих пятен обладает такой информацией, которая называется фазой. Но вот из этой картинки ее никак нельзя получить, то есть она здесь отсутствует. Просто для простоты объяснения пока представьте, что каким-то непонятным магическим образом у нас эти фазы появились. И скомбинировав их с информацией о дифракции, мы можем получить карту электронной плотности. Дальше в карту электронной плотности мы вписываем модель. И путем улучшения модели несколько циклов мы получаем конечную структуру. Хочу отметить, что несмотря на то, что конечным продуктом структурной биологии или методом рентгенно-структурного анализа, конечно же, является структура, тем не менее экспериментально структура – это ненаблюдаемая, неизмеряемая величина. А измеряемой величиной является электронная плотность. Это то, что мы получаем экспериментально. А модель или структура – это всего лишь наша интерпретация той электронной плотности, которую мы наблюдали. И здесь, как вы понимаете, полный простор для творчества. Хотите левозакрученную спираль, любые ошибки, какие угодно можно сделать, натворить. Ну, конечно, этого лучше не делать. Как же можно применить этот метод к рибосоме? И самое интересное, то получение кристаллов рибосомы, в принципе, никогда проблем особых не вызывало. То есть, кристаллы были получены довольно давно. Какое-то время было трудно получить дифракцию, но с этим тоже справились. Получили хорошую дифракцию, даже очень хорошую. Но самой ключевой проблемой в решении структуры рибосомы, атомной, было получение вот этих самых магических фаз, так называемых. И вот с этой проблемой очень долго не могли справиться, не могли получить эти фазы. Как получают фазы обычно, в обычном кристаллографическом эксперименте? Используются так называемые атомы тяжелых металлов. То есть, берется кристалл, с него получается дифракция, потом берется такой же кристалл с тяжелыми атомами, получается другая дифракция. Измеряется разница в интенсивностях, и из этого математически можно, ну, не вдаваясь в подробности, опять же, можно получить координаты этих атомов, тяжелых атомов. А зная координаты атомов, можно узнать эти фазы. Здесь не нужно, опять же, понимать, что это такое фазы, что это за математическая величина, просто это некие величины, которые вот таким способом, сложным, математическим, можно получить. Чтобы было более понятно, вот задачу получения фаз можно сравнить со следующей простой задачей. Вот представьте, что нужно определить вес капитана корабля, имея возможность взвешивать только корабль. Ну, здесь и школьник первого класса сможет предложить простое решение. Не взвешивайте просто корабль и взвешивайте корабль с капитаном. По разности весов находите вес капитана. Ну, очевидно, что эта задача абсолютно решаемая, если, допустим, мы говорим о такой небольшой роскошной прогулочной яхте. И в данном случае вес капитана вполне может быть сравним с весом самой яхты. А что, если ваш корабль – это тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», кстати, самый крупный, а не авианесущий корабль военно-морского флота Российской Федерации. В таком случае, опять же, уже не школьник, но, скажем, студент второго курса биофака, который прошел курс теории вероятности математической статистики, скажет, что нужно иметь либо бесконечно точные весы, которые смогут засечь вес капитана на фоне веса корабля. Ну, либо нужно иметь очень упитанного капитана. Ну, очень. И, как вы понимаете, вопрос с определением фаз для рибосомы решался именно таким способом, поскольку точность весов, ее нельзя изменить. Это ограничение метода самого рентгеноструктурного анализа. И в данном случае тяжелым капитаном являются не просто атомы тяжелых металлов, а так называемые кластеры тяжелых металлов. То есть, когда не просто атом тяжелый, например, вольфрам, а одновременно 18 атомов, ковалентно связанных, обладает просто колоссальной электронной плотностью и способностью к дифракции. То есть, 18 атомов – это больше 2000 электронов. Это очень электронно-плотная такая субстанция, которой есть тот тяжелый капитан, которого можно взвесить, взвешивая только корабль. И вот благодаря использованию вот этих вот кластеров, медленно, но верно удалось получать фазы все лучше и лучше и улучшать электронную плотность рибосомы все дальше и дальше. От электронной микроскопии дальше до 9 ангстрем, 5, наконец, совершенно до сих пор непревзойденные величины 2,4 ангстрема. Но это только для большой субчастицы. И вот за решение этой довольно сложной технической и научной задачи, собственно говоря, и была вручена Нобелевская премия в 2009 году кластеру рибосомному. Очевидно, что королевские особы особо были заинтересованы рибосомой, поскольку посадили принцессу шведскую ровно между двух субчастиц, как вы видите. Вот большая субчастица Томстайц и маленькая субчастица Венкера Макришна. Не знаю, что так увлекло и интересовало принцессу в структуре рибосомы, но на следующий день эти фотографии каким-то магическим образом оказались во всей местной прессе. Это, конечно, замечательно, что Нобелевский комитет так высоко оценил структуру рибосомы, и это все здорово. Но это пока фундаментальная часть. А, собственно говоря, польза-то от этого какая? В чем же прикладное значение структуры рибосомы? Конечно, их много, но самое главное, пожалуй, это рибосомы и антибиотики. Дело в том, что больше половины, иногда можно сказать, даже две трети всех продаваемых и клинически используемых антибиотиков работают через рибосому, то есть они блокируют ее работу. Соответственно, понятно, что структура рибосомы позволяет нам установить то, как эти антибиотики работают, и придумать лучшие антибиотики и так далее. Интересно, что продажи антибиотиков – это цифра с 10 нулями в долларах, то есть в год продается на сумму больше, чем 30 миллионов долларов, не миллионов, а миллиардов, миллиардов долларов, конечно. И цифра каждый год растет, и растет она просто потому, что нужно все больше и больше антибиотиков придумывать, а потому что к ним развивается резистентность у бактерий, которых мы этими антибиотиками и травим. И вот это серьезная очень проблема – бактериальная устойчивость к антибиотикам, потому что это делает антибиотики неэффективными. И вот я не смог найти подобных данных по России, но вот по Америке они выглядят следующим образом, что вот примерный подсчет потерь от устойчивости бактерий в США в год исчисляется порядка 20 миллиардов долларов. Это данные Центра по контролю за заболеваниями по 2012 году. То есть вы только вдумайтесь в эти цифры. 2 миллиона пациентов получают инфекционные осложнения при присутствии в больнице. Что значит? Они пришли в больницу с какой-то проблемой, которая не связана с инфекцией. И в процессе пребывания получили инфекцию, и 90 тысяч из них умерли. Даже если цифра будет не 90 тысяч, а в 100 раз меньше, тысяча человек в год – это уже огромная цифра, а здесь 90 тысяч. То есть на самом деле устойчивость антибиотиков – это не только деньги, ладно деньги, это огромное количество жизней. И, конечно, с этим нужно как-то бороться, и вот интересно, что нам может в этом помочь. Структура рибосомы, в принципе, может нам в этом помочь, потому что она имеет ключевое значение для разработки новых антибиотиков. Это, собственно говоря, ключевая идея применения структуры рибосомы. И в связи с этим я бы хотел рассказать о своем довольно плодотворном недавнем научном сотрудничестве с очень довольно известным ученым, профессором Александром Манькиным из университета Иллинойса в Чикаго. И о нашей совместной работе по антибиотику негомицину. Итак, что мы знаем об этом антибиотике? Антибиотик на самом деле негомицин – это, как говорится, новое, хорошо забытое, старое. Антибиотик довольно скучный химически. Был открыт более 40 лет назад японцами и выделен из грибов. Он, с точки зрения биологической активности, ну раз называется антибиотиком, очевидно, бактерии убивает. Причем очень широкого спектра действий, и грамм плюс, и грамм положительных, и грамм отрицательных. Особенно нужно отметить, что он стимулирует прочтение стоп-кодонов и укариот. То есть он вызывает неправильное кодирование. Или включение аминокислот, несоответствующих кодону в асайте рибосон. Внутриклеточная мишень этого антибиотика известна, это биосинтез белка. Но что самое интересное, это не какая-то определенная стадия биосинтеза, как вы знаете, их много. Он почему-то блокирует сразу все. То есть и инициацию, и лангацию, и терминацию. Механизм действия антибиотика детальный, и даже предположительно, неизвестен. Более того, частично из нашей лаборатории была структура в 2007 году, в которой было показано, что если взять только большую субчастицу, как кристалл большой субчастицы, и попытаться строить антибиотик, то антибиотик обнаруживается в туннеле, через который проходит пептид во время синтеза. И это место связывания антибиотика находится в той части туннеля, который широкий очень. И, собственно говоря, авторы в этой статье сказали, что вот есть такой сайт связывания, смысла он никакого не имеет, потому что нельзя рационально объяснить, что этот маленький антибиотик может делать в такой огромной воронке, и что он может с точки зрения механизма испортить или повредить. И авторы сказали, что, скорее всего, это, возможно, ложный сайт. Но вот он есть, мы его определили и считаем своим долгом опубликовать, хотя мы не уверены, что он правильный. Поэтому вопрос остался открытым. Именно сам факт того, что антибиотик связывается в туннеле, заинтересовал профессора Манькина, поскольку он работает с многими антибиотиками, но особенно он интересуется теми, которые связываются в туннеле, обычно в самом начальной части туннеля, и, как правило, блокируют... Это то, как считается. Блокируют продвижение растущей полипептидной цепи через этот туннель. И я не побоюсь этого слова, антибиотики, вызывающие рибосонный запор, по большому счету, просто блокируют физический туннель, и через него ничто не может пройти. Именно это и привлекло, собственно говоря, нас к этому антибиотику. Если в двух словах упомянуть, какое возможное применение, так это то, что у человека есть заболевания, которые связаны с преждевременными стоккодонами в разных белках, например, мышечной дистрофии дюшена, и подобный антибиотик можно использовать, хоть он и называется антибиотиком, но можно использовать для лечения подобных заболеваний, не только для убийства бактерий. И мы, соответственно, начали взаимодействие с профессором Манькиным. Для того, чтобы решить структуру рибосомы в комплексе с антибиотиком, нужно сначала закристаллизовать. Сначала нужно собрать комплекс. Мы решили собрать функциональный комплекс, то есть комплекс, в котором есть транспортная РНК, матричная РНК, то есть полностью функциональная рибосома, как будто бы она работает в этот момент. И в данном случае сборка комплекса для кристаллизации – это самый, наверное, быстрый, скучный и неинтересный момент, когда просто смешиваются в пробирке эти вещества и инкубируются 10 минут, ничего интересного. Дальше происходит кристаллизация. Опять же, не вдаваясь в подробности самих деталей, принцип кристаллизации заключается в следующем, что небольшой объем вашего броса, который вы хотите закристаллизовать, вы смешиваете с тоже небольшим объемом кристаллизационного раствора и помещаете это в герметичный резервуар, в котором налит тоже этот раствор. Соответственно, что происходит? Поскольку резервуар герметичный, начинается испарение из этой маленькой капельки с вашим образцом, также начинается испарение из самого раствора. Но поскольку концентрация веществ в капле меньше, чем в растворе, то в основном равновесие взвинуто в сторону раствора. Это приводит к тому, что капля начинает уменьшаться в объеме. По мере того, как это происходит, концентрация веществ в капле растет. И если это происходит достаточно медленно, плавно, неторопливо, то в какой-то момент появляются кристаллы. Кристаллизацию таким образом можно определить, как медленное, контролируемое или упорядоченное выпадение в осадок. Потому что если то же самое провести быстро, то просто появляется осадок. То есть вот таким образом получаются кристаллы. В случае рибосомы из термус термофилус, они выглядят довольно красиво, очень здоровые, достигают полутора-двух миллиметров в длину, довольно толстые и просто идеально подходят для решения структур. Следующей стадией, как правило, стандартного кристаллизационного структурного эксперимента является стабилизация кристаллов. Дело в том, что в принципе кристаллы можно стрелять и в таком виде, но, как правило, их нужно замораживать. А для этого нужно сделать так, чтобы они были стабильными, то есть независимыми от присутствия вокруг них раствора с веществом. То есть если этот кристалл взять и поместить снова в раствор, который использован для кристаллизации, они просто растворятся, поскольку тех рибосом, которые его поддерживали, больше нет вокруг. И повышая концентрацию основного кристаллизационного вещества, таким образом мы можем сделать так, что кристалл уже будет больше независимым от присутствия самих кристаллизуемых веществ вокруг. И кристалл стабилизируется. Следующий этап – это заморозка. Как правило, кристаллы замораживают очень простым способом. Просто берется кристалл, выуживается из капли и в жидкий азот помещается. Это, как правило, работает, но сопряжено с довольно серьезной долей, так скажем, непостоянности, изменчивости. То есть каждый раз, когда замораживаешь кристалл, у тебя может получиться разный результат, поскольку с разной скоростью можно воткнуть его в азот. Вот нас на кафедре, наверняка кто с молекулярки, даже не только, помнят преподавателя Татьяну Михайловну Ермохину, она нас всегда учила уметь работать на консервных банках. Вот мы последовали, собрали такую, конечно, стыдно показывать, но установка для заморозки кристаллов собрана из практически, ну, не консервных банок, но чего-то в этом духе. Фактически ключевой элемент – это крио-струя, которая просто дует на кристалл. В принципе, такая же используется во время обстрела кристалла рентгеновскими лучами. Это имеет ключевое значение, поскольку это эквивалент тому, что вы сбросили кристалл с высоты, ну, не знаю, 10 метров в ведро жидкого азота. И так происходит с каждым кристаллом, который вы замораживаете. То есть это делает заморозку крайне быстрой, и главное, что постоянной. То есть от одного к другому кристаллу ничего не меняется. И после заморозки кристаллы выглядят вот так замечательно в петельках. И раствор вокруг кристалла называется стекловидным льдом, поскольку он абсолютно прозрачен, и в нем нету кристаллов, которые иначе бы разрушили наши кристаллы. Как правило, следующим этапом, собственно говоря, является получение дифракции. Стандартно для этого используются так называемые домашние источники. Домашний источник – это небольшой лабораторный генератор рентгеновских лучей. Вот так, ну, даже в ИБХ, в ИБХ они есть, в институте белка есть. В любом институте, занимающем кристаллографией, есть домашний источник. Соответственно, если посмотреть поближе, то здесь основные элементы, опять же, вот охлаждение кристалла, гониометр, на который кристалл помещается, и позволяет вращать его во всех измерениях, и главное, что предотвращает выход кристалла из потока, когда он крутится вокруг своей оси. Детектор, на который дифракция, собственно говоря, регистрируется. В принципе, довольно простой, может быть, выглядит много проводов и трубочек, но на самом деле концептуальная идея довольно простая. И пучок рентгеновских лучей, вот в данном случае, выходит отсюда и облучает кристалл, и получается, регистрировалась дифракция. Можем ли мы использовать домашний источник для получения набора данных? Ну, естественно, да, иначе зачем бы у нас было оборудование за несколько сотен тысяч долларов? Ну, конечно, нет в случае рибосомы. То есть, в случае рибосомы это практически нереально. И нереально прежде всего по причинам мощности. То есть, мощность здесь далеко недостаточно, даже не просто мощности, то есть, количество фотонов, а концентрация фотонов на площадь сечения тоже крайне важна. И в данном случае спасительным решением и причиной, по которой структура рибосомы все-таки была получена, является, конечно, использование синхротронного излучения. Синхротрон в данном случае это уже чуть-чуть побольше, чем маленький лабораторный генератор. Вот в данном случае на картинке изображен синхротрон под Чикаго. Размер, вот длина окружности примерно 1,2 километра. И принцип работы синхротрона, конечно, сложная физика, но чтобы просто и понятно было объяснить, это вот как телевизоры, которые висят перед входом ВБХ, старые электронно-лучевые трубки. Если их составить встык-встык по кругу, несколько тысяч или десятков тысяч, объединить вакуумом и заставить в них летать электроны, вот получится синхротрон. То есть, идея следующая. Труба, вакуум, в ней летают электроны. Электроны магнитами заворачиваются по кругу. Это вот как на машине, когда едешь на большой скорости, пытаешься на большой скорости в поворот вписаться, машина все равно хочет проехать прямо через столб, который стоит на перекрестке. И энергия в данном случае перераспределяется через ваши руки. То есть, энергия, которую на самом деле электрон, закругляющийся по траектории движения, выделяет в виде кванта. То есть, кванты вылетают тангенциально к траектории движения электрона. И эти кванты как раз и есть кванты рентгеновского излучения. Довольно широкого спектра эти кванты можно собрать, сфокусировать, выделить нужную длину волны и, собственно говоря, использовать для облучения кристаллов. Синхротроны – это самые мощные фактические источники рентгеновского излучения, которые доступны человечеству. Внутри все выглядит, к сожалению, не было фотографий с веб-сайта, пришлось из личного архива. Внутри все выглядит очень похожим на то, что я показывал про домашний источник. Больше трубочек, проводов и всего, но то же самое все абсолютно. То есть, все просто более дорогое. Самым главным, на что я хотел бы остановиться в данном случае, является то, что на синхротроне есть детекторы, которых, конечно же, в лаборатории никогда не будет. В данном случае я хотел бы два слова сказать об этом детекторе, который революционизировал просто кристаллографию и особенно рибосонную кристаллографию. Детектор называется Пилатус. Почему, не знаю. Стоит прилично. 2 миллиона 200 тысяч в Америке, как мне сказали здесь, он 5 миллионов стоит. Понятно, что за такие деньги в лабораторию никто не купит такой детектор. Но синхротрон большой, много людей, много потоков финансовых. Такое там можно позволить. Неважно, сколько он стоит, он стоит любых денег. Вот этот детектор – это революция. И он позволил опуститься в разрешение рибосомы со среднего 3-ангстрема до 2,4 вновь. То есть он появился только недавно, несколько лет назад относительно. Соответственно, дополнительным преимуществом синхротронов, помимо колоссальной мощности, является совершенно другого класса детекторы, которые крайне важны для получения качественных данных. Соответственно, это управление, но на этом можно остановиться. Итак, мы получаем дифракционную картину для рибосомы. Вот здесь можно лучше видеть. Для получения дифракционной картины кристалл нужно вращать. То есть вращая кристалл вокруг одной из осей, мы снимаем, получаем большой набор данных. То есть много фотографий. То есть для того, чтобы получить структуру, нужно сфотографировать кристалл, допустим, 600 раз. То есть много фотографий, каждый различается на несколько десяток градусов. Собрав эти данные, посидев несколько дней, обработав их, можно получить структуру. И мы возвращаемся к антибиотику, о котором я говорил. Антибиотик оказался крайне интересным, просто потому что он, в отличие от всех других, связывается сразу в девяти местах на рибосоме. И, конечно же, если бы мы в таком виде просто только эту часть представляли бы кому-нибудь, нас бы, конечно, съели живьем и не поперхнулись бы. Потому что это означает, что просто это ерунда какая-то. Но интересно, какой же из этих сайтов на самом деле имеет какое-то функциональное значение. И здесь на помощь приходят методы генетики. То есть нужно попытаться определить, вызвать устойчивость к этому антибиотику микробов, и посмотреть, где будут мутации, вызывающие устойчивость к этому антибиотику. Вот, собственно говоря, эту работу и делал профессор Манкин. Он разработал интересный очень штамм бактерий, которые идеально подходят для цели получения таких мутантов. Дело в том, что у бактерий в норме имеется 7 аллелей, кодирующих рибосомную РНК. И это означает то, что на самом деле это очень благодарное дело попытаться получить мутантов, которые будут устойчивы, у которых будут мутации устойчивы. То есть это значит, что во всех 7 аллелях должна произойти мутация в одном абсолютно и том же месте, одновременно. Понятно, что это абсолютно нереальное событие. Для того, чтобы стало реальным, надо удалить 6, оставить 1. И, соответственно, все, что будет мутировано, оно проявится в фенотипе. Дополнительно удаляется специальный неспецифический насос, который просто выкачивает всякую гадость из клеток. И такое можно использовать для поиска мутантов. Собственно говоря, это было использовано и было обнаружено. Три мутации, которые вызывают устойчивость к негомицину. Мутации в гене 16С рибосомной РНК, то есть на малой субчастице. Уже сам этот факт очень насторожил. Как вы помните, была работа, показывающая связывание этого антибиотика на большой субчастице. А тут раз и мутации, да еще и в маленькой субчастице. Наверняка многие из вас сейчас задаются вопросом, а что будет, если наложить эти мутации на ту картинку, где сайты рибосомы. И если это сделать, то окажется, что все три мутации концентрируются исключительно только вокруг одного сайта. Мы, естественно, его назвали сайтом 1. Понятно, что это свидетельствует только об одном, что несмотря на множественные сайты связывания, функционально значимым является только сайт 1. Соответственно, интересным было посмотреть более пристально, что же у нас находится в этом сайте и что этот антибиотик может там делать. На данном слайде изображена на самом деле рибосома, структуру которой мы определили в комплексе с транспортными РНК, с матричными РНК, с антибиотиком. Сверху общие виды, снизу приближенные. В принципе, достаточно посмотреть на центральный рисунок. И здесь видно, что антибиотик находится ровно между транспортной РНК и 16СРНК. Фактически он приклеивает транспортную РНК к рибосоме. Вот все, что он делает. И в рамочках как раз те нуклеотиды, которые вызывают устойчивость. Понятно, что если мы проанализируем их, то видно, что, например, 1197 напрямую взаимодействует с антибиотиком. Это видно. Понятно, что его мутация сдвигает чуть-чуть. И, соответственно, антибиотик не может снизаться. Вот и устойчивость. 10-52 примерно. Он напрямую не взаимодействует. Но через ион магния шестиводный с натяжкой можно сказать, что примерно то же самое. Вот интересно, 10-60, смотрите, он никак не взаимодействует напрямую с антибиотиком, однако он образует пару с нуклеотидом 1197. И если мутировать 10-60, то что может произойти? Может, просто вся пара сдвигается, и это снова выкидывает антибиотик из его сайта связывания, не дает ему связаться. Из этого можно сделать очень интересное предсказание. Если восстановить пару, то есть каждая из мутаций вызывает резистентность, а если просто пару перевернуть вверх ногами и скомбинировать в одном мутанте, по идее, если наше предположение верно, то снова получим чувствительность к антибиотику. Собственно говоря, это и было сделано. Это слайд, который вы уже видели, и вот часть, которая дополняет его. Это вы видели, каждый по отдельности к антибиотику устойчив, но если их скомбинировать, он снова становится чувствительным. Это просто говорит о том, что образование пары нуклеотидов в этом месте крайне важно для возможности связывания этого антибиотика. Здесь я еще раз хотел бы схематически показать, как этот антибиотик взаимодействует с рибосомой. С одной стороны, он взаимодействует с молекулой транспортной РНК, а с другой стороны, взаимодействует с многими нуклеотидами в 16С РНК. Фактически является таким мостиком дополнительным, которым он укрепляет связывание транспортной РНК с рибосомой. Из этого автоматически следует как минимум два предсказания. Во-первых, речь идет о асайт ТРНК. А предсказание следующее. Если приклеить асайт ТРНК к тому месту, где она связывается, значит, во-первых, ее будет сложно оттуда сдвинуть в процессе транслокации. Значит, антибиотик как минимум должен замедлять или блокировать транслокацию в процессе биосинтеза белка. А второе, если он может приклеить транспортную РНК к асайту, значит, он может приклеить туда любую транспортную РНК, даже не ту, которая соответствует кодону. Значит, он должен вызывать включение неправильных аминокислот. В дальнейшем я буду использовать термин «мискодинг». Мне кажется, он не очень пока что прижился среди терминологии, но просто для простоты буду использовать термин «мискодинг». То есть, включение неправильных аминокислот или аминокислот, не соответствующих кодону в асайте. Да, здесь я хотел бы, перед тем, как перейти к детальному рассмотрению предсказаний, просто показать то, как на самом деле… Так, здесь надо нажать кнопку. Как на самом деле… Еще раз просто показать антибиотик в трехмерном виде, чтобы посмотреть, как он связывается, взаимодействует и что он делает. В данном случае сначала показаны просто рибосомы. Желтенькими вы уже можете видеть все 9 сайтов связывания антибиотика. Соответственно, если наложить мутации устойчивости, то они окажутся только в районе А сайта. Соответственно, все остальные сайты нас не интересуют на данный момент и интересуют только сайт 1. То есть, тот сайт, который, по нашему мнению, является функционально значимым. Теперь мы приблизим и посмотрим в нескольких измерениях, что же там происходит. Опять же, это просто повторение картинок, которые я показывал. Но здесь можно составить более-менее трехмерное ощущение того, что же он там делает. Как вы видите, он находится ровно между 16-с РНК и антикадоновой частью транспортной РНК. Он взаимодействует с многими нуклеотидами. И, как правило, это нуклеотиды так называемой головы малой субчастицы. И, как вы видите, вовлечены ионы магния, то есть, всевозможные электростатические. В основном, антибиотик связывается путем электростатических взаимодействий. То есть, это водородные связи, как правило. То есть, гидрофобные взаимодействия здесь не вовлечены. Возможно, это пролистать дальше. Итак, вернемся к предсказаниям. Значит, два предсказания. Что приклеивает транспортную РНК к асайту, антибиотик должен блокировать транслокацию. Потому что, если она приклеена, то ее сложно оттуда сдвинуть. Антибиотик должен вызывать неправильное кодирование, потому что можно приклеить все, что угодно. Даже не то, что соответствует кодону. В данном случае, в лаборатории профессора Манькина был сделан следующий тест с использованием бесклеточной системы трансляции. Который фактически это подтверждает. Значит, здесь необходимо объяснение. Антибиотик, негомицин, находится здесь. Если антибиотик вызывает нарушение транслокации, то появляется характерное изменение интенсивности полос на гелях футпринтинга с повторением через каждые три нуклеотида. То есть, через каждые три нуклеотида матричной РНК рибосома как бы застревает. И только антибиотики, имеющие свойство нарушать транслокацию, они вызывают появление такой характерной картины. В данном случае, антибиотик виомицин, это как положительный контроль, который просто показывает, как это должно выглядеть. Рядом с ним антибиотик негомицин, к которому идет речь, который показывает очень похожую картину. В данном случае, это сделано на двух разных генах. И как негативный контроль использованный каномицин и тетрациклин, который, точнее, тетрациклин как негативный контроль, который подобный эффект не вызывает. Что касается неправильного кодирования, то здесь был использован следующий эксперимент. Когда в классическую плазмину ПБР-322, кодирующий бектолоктомазу, вызывающую устойчивость, которая разрушает ампицилин, значит клетки могут расти на среде с ампицилином. Встраивается предварительный стопкодон, который вызывает синтез неполноразмерного продукта, и бета-локтомаза становится неактивным. Если добавить антибиотик, стимулирующий неправильное включение аминокислот, то в каком-то проценте прочитается какой-нибудь аминокислотой. И все-таки полноразмерный продукт появится. Если это неправильная аминокислота не сильно критична для функции, следовательно, функциональная бета-локтомаза будет. И если посмотреть это на геле, то гель красится специальным раствором, веществом нитроцефином, который показывает наличие бета-локтомазы. В данном случае вы можете видеть, что справа контроль, слева эксперимент. Можете видеть, что негомицин вызывает прочитывание стопкодона. Паромомицин использован как положительный контроль, спектиномицин как негативный контроль, который известен, что никакого мисходинга он не вызывает, в то время как паромомицин – классический антибиотик, вызывающий мисходинг. То есть все предсказания структурные, они подтверждаются биохимически. Наверняка специалистам интересно узнать, как же сайт связывания антибиотик и негомицина соотносится с сайтами связывания других антибиотиков, вызывающих неправильное кодирование. Вот, например, паромомицин или стрептомицин. Негомицин связывается слегка в другом месте. Он связывается в районе спирали 34, а не 44, где связываются другие антибиотики. Но, тем не менее, близко к тому месту, где связывается транспортная РНК. И крайне интересно сравнить сайт связывания негомицина с сайтом связывания другого известного антибиотика тетрациклина. Дело в том, что тетрациклин препятствует связыванию транспортной РНК в асайте. Но при этом связывается с тем же местом, что и негомицин. И, в принципе, из данного слайда видно, что тетрациклин просто чуть-чуть больше. И у него дополнительное кольцо шестичленное, которое, собственно говоря, и блокирует связывание транспортной РНК и как бы ее вытесняет. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле сайт связывания сам по себе не имеет значения. То есть имеет значение, что в этом сайте происходит. То есть один и тот же сайт связывания, но совершенно два противоположных механизма действия. Один приклеивает транспортную РНК, а другой, наоборот, ее отклеивает и выкидывает. Режимируем по антибиотикам. Мы про негомицин выяснили, что он подавляет биосинтез белка в бактериальных и эукариотических клетках. В принципе, это было известно. Обнаружили 9 сайтов связывания на рибосоме, из которых только один функциональный, что, собственно говоря, мы подтвердили. И что механизм действия антибиотиков заключается в том, что одновременное взаимодействие его с рибосомной РНК и транспортной РНК фактически стабилизирует последнюю и вызывает неправильное кодирование. Также вызывает блокировку транслокации. Теперь давайте рассмотрим философски. А что такое антибиотик для бактерий? Антибиотик для бактерий – это прежде всего стресс. И, в принципе, этот стресс мало чем отличается от того стресса, когда бактерия просто нечего, нет питательных веществ, мало чем отличается от голодания. Как же бактерии в дорме отвечают на голодание? Ну, во-первых, у нас есть несколько типов стресса, которые могут быть у бактерий. Это и холодовой шок, тепловой, астматический. Но остановиться я особенно хотел бы на голодании или так называемой стационарной фазе. То есть фазе, когда питательные вещества в среде иссякают и фактически нету субстрата, из которого строить новые белки. Какое основное последствие подобного голодания? Основное последствие – это, прежде всего, появление диацелированных транспортных РНК в рибосоме. Другое последствие не менее важное – это укороченные матричные РНК. И вот первые два последствия фактически приводят к третьему – к тому, что рибосома застревает. Но если с рибосомой свяжется не аминоцелированная транспортная РНК, а диацелированная, то есть та, у которой нет картридж, не загруженный чернилами, нечем печатать, то рибосома просто застрянет. И с этой рибосомой нужно что-то делать. Далее я бы… То есть в данном случае нужно рассмотреть фактически три ситуации, что клетка делает. Во-первых, когда голодание только начинается, то есть только-только не хватает аминокислот, и количество таких застрявших, остановившихся рибосом относительно небольшое. Конечно, их нужно спасать. Здесь можно провести аналогию, что происходит с машинами и автолюбителями на дороге во время снегопада. То есть вот снегопад, если только начинается, все как ехали, так и едут, просто медленней. Кто-то улетает в кювет, кто-то слетает с дороги. Но в принципе это не проблема в общем целом для движения, потому что есть эвакуаторы, приедут, вытащат, починят, спасут. То же самое в рибосоме. Есть куча систем, которые, собственно говоря, это и делают. Они либо вытаскивают диацеллированную транспортную РНК, либо гидролизуют недосинтезированный пептид. Фактически они дают второй шанс этой рибосоме продолжить начатое дело. Если снегопад усиливается, то в какой-то момент количество машин застрявших становится таким, что смысла спасать и посылать эвакуаторы нет, поскольку количество эвакуаторов не может быть сравнимым с количеством машин на дороге. И смысл продолжать биосинтез белка никакого нет. Рибосому нужно выключить. Соответственно, в данном случае с машинами нужно объявить по радио, что всем надо сидеть дома, никуда не ехать. И происходит так называемая рибосомная спячка, которая фактически является временной инактивацией и хранением рибосом в специализированном виде, о котором чуть дальше. По мере того, как снегопад или стресс усиливается, количество аминокислот совсем становится маленьким и вообще нечем питаться, каким-то совершенно непонятным образом, как будто у клеток, у бактериальных есть вселенский разум. Они понимают, что мы все не выживем, но умирать сразу всем – это глупо. Может быть, мы выберем, делегируем какую-то маленькую часть нас, они выживут, а мы все умрем. И они, может быть, получат те хорошие условия через какое-то время, и они смогут продолжить жизнь. В данном случае в бактериях происходит так называемая запрограммированная клеточная смерть, при которой большинство популяций умирает, но остается маленькая часть. Это очень интересный механизм, я на нем, к сожалению, не могу остановиться. Очень интересный механизм, который приводит к тому, что часть популяции, тем не менее, выживает и получает шанс, так скажем, к продолжению рода. Так, остановимся на так называемых спящих рибосомах. Как я уже упомянул, рибосомная спячка или спящая рибосома – это временная и неактивная форма хранения рибосом в клетке. Что происходит с рибосомами во время активной фазы деления и роста? Я думаю, в принципе, я просто напомню, я думаю, это многим известно. Рибосомы участвуют в процессе биосинтеза белка. Сначала происходит у нас инициация, когда молекула инициаторной транспортной РНК связывается на рибосоме. С матричной РНК и с помощью инициаторных факторов запускается весь процесс трансляции. Далее происходят циклы элангации, растет полипептидная цепь, которая в конце концов по достижению стоп-кодона высвобождается из рибосомы, а рибосомы с помощью факторов рециркуляции возвращаются обратно в цикл. Вот так происходит все, когда питательных веществ достаточно. А что будет, если их недостаточно во время стационарной фазы, так называемой? Появление диоциллированной транспортной РНК в рибосоме – это вообще серьезная вещь. Активируется такой фермент, который называется REL-A, и он производит внутриклеточный мессенджер, называемый гуаназинтетрафосфатом. Гуаназинтетрафосфат контролирует экспрессию многих генов, в том числе и генов так называемых гибернационных или спячечных факторов. Один из них, наверное, самый ключевой, называется РМФ. Я не стал это... В принципе, наверное, нет смысла это делать аналогию на русском, потому что именно, по-моему, во всей литературе так он и называется. То есть рибосома – модулирующий фактор. Значит, он связывается с рибосомой. Опять же, его экспрессия находится под контролем гуаназинтетрафосфата. Он связывается с рибосомой и вызывает ее димеризацию. То есть появляется рибосомный димер в клетке. Далее в дело вступает второй гибернационный фактор, называемый фактор, промотирующий гибернацию, который стабилизирует этот димер. И фактически, когда условия восстанавливаются, пока не совсем понятным образом, то есть это на самом деле неизвестно по этому пунктирной стрелке, как только условия восстанавливаются, факторы высвобождаются из рибосомы, либо сами по себе просто вымываясь, либо с помощью дополнительных механизмов. В принципе, у них время полужизни очень короткое. То есть они просто диссоциируются и деградируют. Рибосома может вернуться обратно в цикл биосинтеза белка. Интересно, что есть еще один механизм, в который вовлечен третий гибернационный фактор. Он называется WIFE. Это на самом деле никакая не аббревиатура, это просто название гена. Он также называется белком WIFE и очень активно изучался в Институте белка под руководством Вячеслава Адамовича в том числе. Этот фактор связывается с рибосомой, вызывает ее полную инактивацию, но при этом не демеризацию. И в таком неактивном состоянии рибосомы существуют во время так называемой стационарной фазы. То есть их можно назвать формами хранения. То есть их две. Демер неактивный и неактивный мономер. Очевидно, что вот эти три белка являются ключевыми медиаторами стационарной фазы у бактерий. То есть они фактически вызывают вот это вот одновременное выключение огромной части, большей части рибосом в клетке. И понятно, что это было бы очень интересно узнать структурно. То есть как они это делают, где они связываются, что они делают. И именно это, собственно говоря, мотивировало нас на изучение. Интересен также демер. На самом деле демер, примерно известна его организация. С помощью методов криоэлектронной микроскопии и криоэлектронной томографии было показано, что демер, рибосом во время стационарной фазы выглядит так, что две рибосомы приклеиваются друг к другу с помощью малых субчастиц. И очень важно отметить, в принципе, это две независимых работы, но результаты почти одно и то же. Важно очень отметить, что существует два контакта между малыми субчастицами. Имеется так называемый первый контакт и второй контакт. То есть они взаимодействуют своими телами. И в данном случае это называется голова. То есть головы и рибосом также вовлечены в взаимодействие при формировании демера. Опять же, как я упомянул, крайне интересно узнать, как же эти факторы работают, где они связываются, как выглядит их структура. То есть вот это главный медиатор. На самом деле, самым интересным из них является вот этот самый маленький, всего 55 аминокислот, фактор РМФ. И на нем я бы хотел остановиться особенным. С помощью методов, детально которых я рассказал чуть раньше, мы решили структуру всех трех факторов в комплексе с рибосомой. Как вы можете видеть из карт электронной плотности, которые показаны. В данном случае это начальные карты, которые были получены, но в которые модель фактически еще не была встроена и которые не прошли процедуру улучшения. После процедуры улучшения все, конечно же, стало выглядеть намного лучше. В данном случае сверху показаны электронные плотности для самих факторов, а снизу электронные плотности рибосомы. Просто чтобы продемонстрировать, что рибосома тоже выглядит довольно прилично. Во-первых, что мы знаем про фактор РМФ? Во-первых, как я упомянул, это очень короткий щелочной белок, присутствующий только у гамма-протобактерий. Он экспрессируется во время стационарной фазы или в ответ на голодание. Это единственный из гибернационных факторов, который необходим для выживания. То есть, если его удалить, это не критично для бактерии, но если она попадает в стационарную фазу или в голодание, она умирает намного быстрее своих соратников, в которых этот фактор не удален. Вот очень интересная часть, я специально выделил красным, потому что это было нами опровергнуто. Предполагалось, были работы, в которых высказывалось предположение о том, что этот фактор связывается с большой субчастицей, и в большой субчастице он блокирует пептидилтрансферазный центр. Интересно, что была ЯМР-структура этого фактора, правда, не из кишечной палочки, а из другой бактерии. И опять же, интересно, что эта структура была получена в результате так называемого проекта структурной, по структурной геномике, когда решается сразу много структур всех белков подряд из какого-то конкретного микроорганизма, при этом не ставится целью узнать структуру конкретного белка. То есть ее решили, при этом не зная, что это такое. Итак, давайте посмотрим... А, во-первых, попытаемся ответить на эти вопросы. То есть, во-первых, мы узнали, увидели в структуре, что этот фактор связывается не то, что не в большой субчастице, даже не поблизости от ПТЦ, а вообще в маленькой субчастице. Причем очень далеко от пептидилтрансферазного центра. То есть, это, наверное, ключевое наблюдение, которое мы сделали, которое опровергает некие предварительные, так скажем, предположения. Вот. На самом деле, одним из доказательств того, что фактически он связан с 30, с малой субчастицей, может являться то, мы знаем, что он вызывает демеризацию, да, и что в демере взаимодействуют друг с другом только малые субчастицы. Соответственно, если взять просто отдельные субчастицы и посмотреть, будет ли на них действовать фактор. На данном слайде показано просто ультрацентрифугирование в градиенте сахароза и показан малый субчастиц, пик соответствующий малым субчастицам. Если проинкубировать их с этим фактором, то появляются как раз демеры малой субчастицы. А если сделать тот же самый эксперимент с большой субчастицей, то если следовать логике авторов, высказывавших предыдущее предположение, то именно они должны демеризоваться, но с ними ничего не происходит. Это дополнительное доказательство того, что сайтом связывания фактора является именно малая субчастица. То, что именно этот фактор вызывает демеризацию. Более того, в работах по криоэлектронной микроскопии, которую я вам показал несколько слайдов назад, вот стрелочками была обозначена электронная плотность, которую не удалось приписать ни к какому рибосомному белку. То есть авторы сказали, вот плотность мы видим, но что там мы не знаем. Точно не фактор, потому что фактор, мы считаем, связывается в рептидилтрансферазном центре. Интересно, что это именно то место, где мы видим связывание фактора. Конечно, здесь разрешение не такое, чтобы фактор был такого размера, но вот это вот как раз очень интересно, что именно здесь, вот там, где стрелочки, мы видим связывание этого фактора. Итак, вернемся к сайту связывания. Значит, он находится в небольшой полости на цитозольной стороне малой субчастицы. Полость формируется рибосомными белками С2, С7, С11, С18. Фактор фактически связывается в туннеле или канале на малой субчастице, через которую проходит матричная РНК. Ну, вы уже, наверное, догадываетесь, что он блокирует связывание матричной РНК в том числе. Вот. Итак, если посмотреть... Несмотря на то, что этот фактор связывается в полости, которая формируется белками, с белками рибосомными, он особо не взаимодействует. А взаимодействует он преимущественно только с 3-штрих концом рибосомной РНК. Причем взаимодействие довольно специфично. Здесь есть и водородные связи, и стекинг взаимодействия. Вот. И связывается он довольно прочно. Опять же, что... Интересно, что этот фактор делает в этом месте связывания. На данном слайде показано наложение, структуру, которую получили мы, рибосомы в комплексе с фактором, и всех трех транспортных РНК, и матричных РНК. И вы видите, что фактор блокирует, во-первых, связывание матричной РНК, но более того, он блокирует так называемые шайн-дальгарно, анти-шайн-дальгарно взаимодействия. Это такие взаимодействия, которые имеют ключевое значение для начала биосинтеза белка. Это имеет важное значение, поскольку говорит о том, что, во-первых, рибосома, которая транслирует, значит, не может быть остановлена этим фактором. Значит, этот фактор должен дождаться, пока рибосома закончит биосинтез, и только тогда он может связаться в этом месте и выключить дальнейшую трансляцию. Это позволяет, в принципе, рибосоме закончить то, что она начала, потому что преждевременное высвобождение недосинтезированной цепи может быть, в принципе, губительно для клетки. Второй эффект, который вызывает этот фактор, как вы уже помните, это демеризация. На сахарозном градиенте это выглядит следующим образом. Значит, просто рибосома, если рибосома проинкубировать с фактором, которым речь будет чуть дальше, ничего не происходит, а если вот с РМФ, то происходит демеризация, и выглядит это как сдвигание пика в сторону более высокомолекулярной фракции. Соответственно, если инкубировать с двумя факторами, то при нашем разрешении разницы мы особо не видим, но по данным других лабораторий происходит превращение 90 демеров в 100С демеров. Итак, как же он вызывает демеризацию? Значит, очевидным объяснением демеризации может быть то, что фактор связывается с одной малой субчастицей и, допустим, с другой малой субчастицей, и потом друг с другом. Получается мостик. Если мы реконструируем структуру демера, исходя из нашей структуры, то получается, что два фактора в демере находятся очень далеко друг от друга. И непосредственно друг с другом они не могут взаимодействовать никаким образом. Значит, фактор делает что-то другое. Если сравнить нашу структуру, рибосомы в комплексе с этим фактором, и просто структуру без каких-либо связанных факторов, то можно видеть, что в форме, которая является формой, связанной с фактором, голова малой субчастицы откидывается назад. И если представить себе две рибосомы, которые это делают одновременно, то фактически две головы будут приближаться друг к другу на почти 20 ангстрем. И это как раз вызывает формирование так называемого второго контакта, который просто стабилизирует демер. Это более наглядно показано в следующем, следующей анимации. Стоп. Опс, нет. В данном случае. В котором, собственно говоря, работает. Опять же, показана сначала рибосома. В данном случае использована просто рибосома без каких-либо транспортных РНК. То есть это не функциональный комплекс. Молекула белка РМФ связывается со своим сайтом и дальше вызывает отгибание головы в обратном направлении. Теперь мы представим, что есть некая вторая рибосома. Конечно, их много в растворе находится. В которой может происходить примерно то же самое. То есть связывается другая молекула белка РМФ с малой субчастицей и вызывает такое же отгибание головы назад. Вот такие модифицированные рибосомы, у которых, точнее, конформационно модифицированные рибосомы, далее фактически могут формировать димер. То есть они могут сблизиться и фактически пристыковаться друг к другу и формируется рибосомный димер. В котором, если приблизить и посмотреть, как же происходит движение, то очень видно, что просто головы находятся либо близко, либо далеко. Опять же, если убрать белки, которые мешают обзору, то в данном случае спираль 39-16 СРНК, они либо находятся на недосягаемом друг от друга расстоянии, либо на недосягаемом расстоянии, которое позволяет, так скажем, разрешает подобное взаимодействие. И фактически благодаря этому и происходит димеризация. То есть на самом деле димеризация на самом деле просто побочный продукт связывания этого белка. Это на самом деле природе, судя по всему, не нужно. Ну вот просто связывание этого фактора приводит к тому, что голова откидывается. Но главное значение то, что фактор блокирует связывание матричной РНК. А рибосомы вообще склонны к тому, чтобы димеризоваться с помощью малой субчастицы. В данном случае показана просто детализация места, где этот фактор связан и полость, в которой он связывается. Далее будет видно, как он взаимодействует с 16С РНК. Опять же, это повторение фактически картины, которую вы уже видели, но здесь можно составить более-менее полное трехмерное впечатление, как это происходит. То есть он фактически надавливает на основание той спирали, которая держит голову и надавливая на него вызывает откидывание головы. Далее показано наложение между Шайн-Дальгар на анти-Шайн-Дальгар на спиралью и этим фактором. Видно почти полное перекрывание. Очевидно, что они не могут сосуществовать одновременно. Либо один, либо другой. И это объясняет то, что фактор фактически блокирует инициацию на рибосоме. И соответственно, опять же, у нас времени не так много. Я, с вашего позволения, просто детали про два оставшихся фактора опущу. На самом деле, они являются кислотными белками. Они оба не важны для выживания бактерий и они связываются с малой субчастицией недалеко от межсубъединичной поверхности. Для обоих из этих факторов известны ЕМР-структуры. Интересно, что они оба конкурируют с транспортной РНК за связанными. Если провести сравнительный анализ гомологов этих белков среди разных организмов, то можно видеть, что есть так называемый короткий, есть белок ВАЙ, есть длинный HPF, есть особый класс, который находится только в пластидах растений. И у белка ВАЙ в данном случае точно такая же структура N-концевой части и небольшой довесочек на C-конце. Если мы посмотрим на структуру, то есть как это выглядит в комплексе... Так, пролистаем... Как это выглядит в комплексе с рибосомой, то можно увидеть, что фактор HPF связывается на малой субчастице именно там, где на самом деле должны связываться транспортные РНК и матричные РНК. То есть фактически он полностью дезактивирует, то есть он фактически такой, ну как сказать, кляп в рот вставляет рибосоме, а рибосома просто ничего уже сделать не может. Опять же, на данной картинке показано просто наложение структуры фактора РМФ и показывает, что они могут одновременно связываться с рибосомой и никаким образом друг другу не мешают. И фактически даже друг друга дополняют. Один полностью блокирует связывание транспортных РНК, другой блокирует связывание матричной РНК и формирование шайн-дальгарных взаимодействий. Интересно, вот как раз белок Вай, он, имея почти точно такую же структуру на Н конце, он связывается с рибосомой, но имея С-конец, С-конец фактически пролезает в ту полость, где находится РМФ, мог бы доходиться с РМФ, и препятствует связыванию РМФ и фактически дуплицирует его действия. Интересно посмотреть, как же распределены все вот эти три белка в разных организмах. Во-первых, белки Вай, ХПФ, за редкими исключениями РМФ, либо есть они, либо есть длинный РМФ. То есть, у бактерий могут быть либо три гибернационных фактора, либо один, но длинный. Напрашивается предположение о том, что длинный это фактически химера между белком РМФ и белком ХПФ. То есть, фактически длинный фактор это вот эти два белка просто слитые в один. Ответа пока на самом деле неизвестно, но возможно это так. Интересно, что эти два белка связываются в одном и том же месте. В дополнение к тому, что они блокируют сайты связывания транспортных РНК, они также блокируют сайты связывания всех известных основных главных элонгационных и инициаторных факторов, таких как фактор 1, фактор 3 инициаторный и фактор IFG элонгационный. То есть, очевидно, что какая-либо активность трибосомы при наличии этих факторов просто невозможна. Вот. И фактически, то есть, резюмируя все рассказанное про гибернационные факторы, можно сказать, что, во-первых, спячка рибосомы это естественный способ пережить стресс. И здесь важно говориться, что именно таким способом многие бактерии реагируют на антибиотики. То есть, вы их травите антибиотиком, а они раз и спать. И сколько их не травя антибиотиком, они все равно будут спать. А потом, когда он кончится, они снова проснутся и клетка продолжит жить. И благодаря этому эффективность многих антибиотиков на самом деле не очень высокая. Понятно, что это временная инактивация хранения рибосомы, о чем я уже сказал. И фактически, если кратко, функции каждого из трех этих факторов, то RMF это инактивация и димеризация рибосом, HPF это стабилизация и димеров и дополнительная инактивация, в то время как белок Y это инактивация и стабилизация рибосом в виде мономеров. В заключении я бы хотел высказать благодарность. Во-первых, месту, в котором эта работа была сделана. Это северная часть кампуса Ельского университета. Вот это здание, находящееся справа, называется БАС по имени людей, которые вложили деньги в его строительство. На самом деле они нефтяники из Техаса. Просто меценаты. Здание было построено в 1994 году. Здесь находится наша лаборатория на четвертом этаже. Соседнее здание называется ГИПС по имени Сэра ГИПСа, который, собственно говоря, и предложил свободную энергию. Он похоронен недалеко, на самом деле, на кладбище Ельского университета. Там, кстати, рассказывают, что студенты, когда сдают термодинамику, ходят, молятся. Нет, серьезно? Ну, а почему нет? Это же... Я не знаю, ты был там, нет? Вот, здесь у нас находится компьютерный центр. То есть тут лаборатория, где, собственно говоря, вся, так скажем, химическая часть работы. Здесь компьютерный центр, где обработка данных. И, безусловно, благодарен всем сотрудникам нашей лаборатории, в том числе Томму Стайцу, профессору, и профессору Александру Манькину из университета Чикаго. Сотрудникам нашего компьютерного центра, которые помогают, в том числе, в обработке данных, и, безусловно, двум синхротронам, на которых мы собираем данные. Это синхротрон в Чикаго, Аргон, и синхротрон в Нью-Йорке, в Брукхевене. Далее я бы хотел особенно выразить благодарность Грегору, который... Мы с ним вместе работали над гибернационными факторами. Тогда он был постдоком у нас в лаборатории, сейчас он профессор в университете Калифорнии в Риверсайде. То есть уже как два года. И в заключение хотел бы показать на самом деле фотографии половины людей, которые здесь, видите, они уже у нас из лаборатории ушли. Фотография сделана в день, в который было объявлено о вручении Нобелевской премии в доме президента. Ну, сами понимаете, что фотографии Грегора на стене у президента, конечно, не висит, но пришлось сделать фотошоп, поскольку человек в лаборатории важный, а нашел какие-то более важные дела и не присутствовал на этом мероприятии. Фотография сделана в день, когда была объявлена о вручении Нобелевской премии, и вот состав лаборатории именно на тот момент. На этом бы я хотел закончить и с радостью ответить на любые вопросы. Коллеги, предлагаю такой сценарий. Вопросы с места. Юра пусть управляет, кто очередностью. И если плохо слышно, то я попрошу докладчика вопрос повторять. Давайте так. У меня вопрос про негомицин. Ты говорил в самом начале, что негомицин действует на все стадии. Инициация, лонгация, терминация. Из ваших структур следует, что он усиливает взаимодействие сайтов и КРНК с МРНК. А каким образом он на инициацию воздействует? Ведь там КРНК попадает в КСС. Мы это объяснить пока реально не можем. То есть ни один из тех дополнительных сайтов, которые были показаны, он никаким образом не перекрывается с молекулой транспортной РНК в ПС сайте рибосомы. К сожалению, рационального объяснения предложить не могу. Брат бы, но вопрос очень уместный и очень правильный. Можно еще один философский маяк? Вот так это самое главное. Там в вашей структуре солидная часть белка, какой-то конец, я не знаю, есть структура, это не видно ли оно лице, не участвует во взаимодействиях с рибосомой. По крайней мере, на ваших картинках этого не показано. Ты имеешь в виду про белок аромев, синенький? Да, синенький. Там у него альфа-спираль, ее солидная часть никак не участвует в общем-то не в самом взаимодействии альфа-спирали и взаимодействии с рибосомой. А зачем он тогда вообще нужен природе? Почему белок именно тогда? Ты имеешь в виду вот часть, которая вот здесь? Да, вот здесь. Нет, но он слегка взаимодействует с белком С-18. На самом деле мы эти взаимодействия не показываем, просто в этой части не очень организованы боковые цепи, поэтому мы не можем сказать конкретно, что да как да почему. Но он, очевидно, здесь заякоривается также, потому что здесь расстояние именно для взаимодействия. Но детали мы не можем показать, просто потому что неправду мы не можем сказать, а знать точно мы не знаем. Вот так. Чудесный доклад. Мне тоже очень понравилось. Про негомицин у меня вопрос. А пробовали смотреть мутантов не в генах рибосомной РНК? Потому что там рядом совсем с участком связывания есть прямо два модифицированных нуклеотида подряд. Вдруг отсутствие модифектации будет как-то влиять на связывание. Ну вообще скрининг делали? Ну вопрос больше к профессору Манькину, но осмелюсь сказать, что нет, не делали. Но просто думаю, что если бы делали, мы бы скорее всего об этом бы сказали. Я не знаю, если честно. Но хорошая идея. Скажите, а среди ваших 9 сайтов связываний был тот, который в канале находится? Нет. Вот того как раз очень хороший вопрос. Вот того сайта, который был показан на 50-е субчастицы структуры, вот того сайта не было. То есть, на самом деле, несмотря на то, что антибиотик довольно скучный химически, как я сказал, тем не менее у него есть там такой момент, когда у него два атома азота вместе. Это очень интересная химическая, ну не структура, а свойство у него. То есть она очень липучая. Сейчас найдем. Получается, это место или зона очень положительно заряжена. И так, сейчас это будет. Прочти все прошли. Так. Вот. Вот здесь. Положительно заряжено, липнет на все фосфаты. То есть очень, наверное, просто очень склонность, что ли, к прилипанию неспецифичному на фосфаты. То есть я уверен, что на самом деле, если вы видели в слайдах, концентрация, минимальная ингибиторная концентрация антибиотика 32. При этом концентрация, использованная в кристаллизации, была 250. То есть все-таки мы выше. Я думаю, что если бы понизить концентрацию, то, наверное, бы сайтов связывания было поменьше. Но благодаря тому, что есть замечательная генетика и функциональная биохимия, то необходимости в этом уже не было, переделывать эксперимент, чтобы это подтвердить. Спасибо. Вопросы два неспециалиста. Ну, второй очевидный, прагматический. Первый. Вот каково время жизни? Кто-то, вероятно, оценивал рибосомы в норме у прокариотки. Потому что фактически вы предложили, ну, ряд других коллег, параллельно вам, механизм выживания рибосомы. Да? И факторы выживания. Ну да. Поэтому в норме, вот, как-то время жизни рибосомы оценивается, почему все-таки природа, вы считаете, делает так, чтобы вывести, это, в общем, достаточно, так сказать, сложную, конечно, систему, но выводить на умирание, а вот придумал такой сложный механизм эволюционно на поддержание ее в неком таком состоянии выживания. В общем, это достаточно сложный механизм. Ну, первый вопрос. Да, и второй вопрос, он примитивен. Значит, на самом деле он связан с прагматикой всей этой области, это разработки фармацевтических препаратов. Поскольку, ну, следуя вашей концепции капитана, извешивания крейсера или несущего, значит, на самом деле эта проблема сигнал-шум. Да. Значит, раздражение... Ну, этой проблемы больше нет. Она была проблемой только для решения самой первой структуры рибосомы. Я ее использую. Окей. На самом деле, вот такой функциональной проблемой сигнал-шум, она, проблема, существует при вырубке оптимальных антибиотиков в будущем, а может быть и сейчас, когда нужно сравнить действия, убийственное действие антибиотика на прокариотическую рибосому и на эукариотическую. То есть, с этим какие перспективы здесь? Действительно необходимо такое рефайн 3D эукариот, чтобы предсказывать наиболее такие щадящие антибиотики или нет? Во-первых... Вы не обращались к этому? Сейчас, я попробую ответить. Даже прямо у меня есть дополнительный... Вы поняли, да? Я... Сейчас, я попробую его... В жизни в таком случае... Да, перефразировать. То есть, ваш вопрос сводится к тому, насколько нам нужно вообще определять структуры рибосомы в комплексе с антибиотиком, чтобы предсказать, как они будут взаимодействовать с эукариотами, так? Ну, да. Нужно ли, да. Ну, смотрите, понятно, что структуры рибосомы... Я бы сказал так, вопрос следующий. Наиболее щадящий потенциальный антибиотик, это тот, который наилучшим образом будет действовать на прокариотическую рибосому и наименьшим способом затрагивать эукариотическую рибосому. Да, как антибиотик. Да, как антибиотик. Скорее всего, это невозможно. Считаете ли вы, что для решения этой задачи, чисто прагматической, такой практической, действительно нужно знать рефайн 3D эукариотической рибосомы? Думаю, что, может быть, не обязательно. Ну, да, такие подходы. Дело в том, что рефайн 3D... Сейчас, давайте я вам покажу слайд, который на самом деле не был показан в основной части. В данном случае это наложение сайтосвязывания негомицина, там, где мы его видим, в бактериальной рибосоме, с... Так... Контроль F5... Ну, неважно. Вот. Соответственно, видно, что на самом деле атомы, что в прокариотической... Одни и те же атомы, которые участвуют в связывании этого антибиотика, находятся на одних и тех же позициях, что в прокариотах, что в эукариотах. То есть, какая вероятность того, что он точно так же может связываться и в эукариотах. И, следовательно, может быть, при каких-то концентрациях он и не будет антибиотиком. Но есть вот разница вот здесь. С помощью структуры можно предсказать, а давайте-ка сюда вот что-нибудь навесим или наоборот уберем. Привлечем химиков, химики все сделают. Все-таки надо. Ну, надо, именно для предсказания. Вот, смотрите, ну, в данном случае не показано. Вот, допустим, какой-нибудь эллифатический углерод. Допустим, находится рядом какой-нибудь, не знаю, полярный атом. Скажем, давайте-ка сюда гидроксил повесим, и дополнительная водородная связь, и он будет еще больше укреплять, или наоборот меньше. То есть, структура нужна для того, чтобы предсказать, как увеличить константу связывания или уменьшить. И... Ну, так считается, да. И, в принципе... Мой вопрос о времени жизни. Сколько бы, действительно, был необходим вот этот такой, достаточно софистикетный механизм выживания? Ну, во-первых, я сказал, что фактически рибосомная спячка – это способ выключения рибосом, да. Но дело в том, что... Я же не сказал, что 100%, это... Ну, дело в том, что не 100% рибосом выключается. Выключается, ну, скажем, 90, да. Это сделано для того, чтобы те оставшиеся небольшое количество ресурсов, которые есть, чтобы фактически на них можно было оставшиеся 10% рибосом работали. Вот. Время... Вообще, рибосома – это очень, так скажем, это роскошь, да. То есть, ее очень сложно собирать, это очень много энергии нужно и ресурсов. Следовательно, вот просто так ее в помойку выбросить – это расточительство, да. То есть, поэтому ее нужно сохранить как можно лучше. И при этом, так скажем, активные центры ее нужно сберечь. Вот. То есть, во время сохранения вы чехлами накрываете самые главные части. Но дальше, по мере того, как вот ситуация ухудшается, как я говорил, то есть, вот я на этом не останавливался, но в клетках есть механизмы вот этой вот смерти, когда рибосомы безвозвратно на самом деле выбрасываются. Происходит откусывание конца 16-с РНК, и они фактически обезглавливаются частично. И рибосому уже назад эту не вернешь. То есть, это уже рибосома обречена. То есть, есть метод программирования. Это в клетке существующей, например, самой известной, так называемой МАЗ-ЕФ, называется система, которая фактически вызывает откусывание этого кончика рибосомной головы. Рибосома становится обезглавленной. Обезглавленная рибосома может синтезировать белки смерти. Страшно звучит, но так оно и есть. И одновременно клетка начинает секретировать внеклеточный фактор смерти. Вот те клетки, которые этот фактор учуяли, они помирают. А те клетки, которые фактор не учуяли среди вот этой огромной популяции, они выживают. Это вот способ как бы такого некого надклеточного разума. То есть, когда клетки в колбе такие думают, блин, мы все, умрем. Но давайте все сразу не будем. Вот центральная часть маленькая, вот она останется жить. И вот как они это регулируют? Регулируют это вот таким вот... Я про это не рассказывал, потому что мы над этим не работаем. И над этим работает целая лаборатория в Австрии, на самом деле. Которые эти механизмы вдоль и поперек, но не структурно изучают. Но удивительно, что такие механизмы есть. Что вот клетки умеют как бы самоорганизоваться вот так, альтруистически. Так, все, ребята, мы все, все. А вот маленькая часть нас продолжит рот. Это не означает, что та маленькая часть продолжит рот. Но, по крайней мере, им будет предоставлен шанс возможный. Не знаю, это ответило на ваш вопрос. Хоть не... Вы, интересно, сказали про механизм засыпания. А можете коснуться подробнее механизма? Как активируется этот процесс? То есть, что является вот этой инициацией? Как обратно? Нет, как активируется процесс засыпания. А, ну я об этом два слова, тем не менее, сказал. О том, что активируется, значит, когда в клетке появляется дециллированная транспортная РНК. Она может появиться в рибосоме. И в рибосоме ее распознает или с ней связывается такой белок, называется РЛ-Эй. Он одновременно является еще... Он синтезирует такой внутриклеточный фактор, называется гуаназин-тетрафосфат. Или гуаназин-пентофосфат, да. И фактически этот медиатор контролирует многие гены стрессового ответа. То есть, в том числе и гены вот тех самых гибернационных белков. То есть, все запускается через дециллированную транспортную РНК. Это самый такой ключевой сигнал. То есть, он запускает синтез внутриклеточного медиатора, который контролирует гены, которые отвечают за белки спячки. Можно такой вопрос? У вас был слайд, на котором было показано различные виды стресса, которые приводят к заспанию рибосом. В частности, там не холодовое стрессы, а другие стрессы. И потом вы подробно рассказали про голодание. А вот такой вопрос, другие типы стресса, там работают те же факторы или другие? И если другие, то механизм этого инкибирования, он такой же или там какая-то принципиальная разница? Я понял, очень хороший, интересный вопрос. Во-первых, я хотел, возможно, я внес какое-то недопонимание. На самом деле, я привел разные типы стресса. Просто как пример стрессов, какие могут быть. Хотя среди стрессов, о которых я говорил, есть, например, холодовой шок. И про холодовой шок известно, что в нем как раз участвует белок Y. Белок Y, про него известно точно, что во время холодового стресса происходит экспрессия белкового шок. И он каким-то образом помогает за рибосомы дезактивировать. Про другие типы стресса неизвестно, участвуют ли в этом. Но, скорее всего, нет. Потому что, если просто посмотреть, что такое тепловой шок. Это фактически динатурированные, появление большого количества динатурированных белков. И здесь не надо делать, чтобы рибосомы заснули. Здесь надо, наоборот, быстро экспрессировать белки, которые позволят их динатурированные свернуть обратно. Соответственно, в астматическом шоке также нет необходимости рибосомы замолчать. То есть, есть необходимость синтезировать специальные каналы, например, которые будут выкачивать то вещество, которое вызывает астматический шок. И вернуть клетки к норме. В случае холодового шока, что происходит, то есть, все замедляется, останавливается. И если это происходит, если температура не сильно понижается, то, в принципе, ничего делать не нужно. Просто все становится медленным. Но если понижается ниже какой-то критической отметки, то нужно дальше синтезировать белки, антифризы. Но при этом нужно также, наверное, рибосомы заставить замолчать, потому что следующая стадия – это замерзание, наверное, будет. И, к сожалению, не могу сказать больше на эту тему, просто потому что неизвестно. Но, скорее всего, в случае теплового и астматического шока никакой необходимости рибосомы выключать нет. С точки зрения выживаемости, это механизм очень важен, да, то есть, спячка. Так вот вопрос. Существуют ли антибиотики, которые блокируют спячку? Это было бы очень здорово такие найти. Скримик такой? Нет, нет, нет. Это, на самом деле, вот, к сожалению, вот этой работой, вот, хотелось бы привлечь внимание к этой проблеме. Потому что очень правильная мысль о том, что если придумать такие антибиотики, которые бы блокировали спячку, фактически вы увеличиваете чувствительность к другим антибиотикам и повышаете эффективность лечения. И очень бы было здорово комбинировать такие два вида лечения в одном. Но ничего подобного неизвестно, к сожалению. Ну, мне бы хотелось добавить к антикопеевке, но есть ингибитор релаксинтетаза. А если есть ингибитор релаксинтетаза, его клетка воспринимает, пока не синтезируется, ну, то отсутствие спячки. Очень. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим докладчику. Спасибо. Это курс-четыре-друга.